И так устраиваем соревнования по меткости. Для этой игры нужно скатать мячи из газеты или любой другой бумаги. Теперь бросаем в корзину, коробку или даже ведро. Самым маленьким ведерко ставим поближе и постепенно увеличиваем расстояние. После окончания матча нужно подсчитать, кто же забросил больше мячей и оказался победителем. Для того, чтобы играть в классики, вовсе не обязательно выходить на улицу с куском мела. Можно разложить прямо на полу цветную бумагу или картон и по маминой команде прыгать на красный, синий, оранжевый и зеленый. Так весело можно и мышцы развивать, и цвета повторять. Причем не только детям. Даня уже умеет пользоваться ножницами и играет в игру дорожки. Предлагаем малышу резать по ровной линии, волнистой и зигзагообразной. А потом по этим дорожкам отправить кораблик, тоже сделанный из бумаги. Если дома есть разноцветные салфетки, из них можно сделать объемную аппликацию. Нарезаем их квадратиками и сминаем в комочки. Для осеннего дерева берем желтые, оранжевые и зеленые салфетки. Капаем капельку клея и прижимаем к картинке. Кстати, таким же способом можно сделать барашку шерсть, рыбки чешую или снеговика и заснеженный город. Осенний пейзаж уже готов. Еще вариант аппликации. Мама вырезала для Данила геометрические фигуры. И теперь он будет украшать ими скатерть. Сначала малыш раскладывает узор так, как хочется ему, а после повторяет за мамой. Хорошо в процессе игры просить ребенка называть геометрические фигуры и цвета. Редактор субтитров А.Семкин